Всем привет. Поехали. Продолжение следует. 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 Но это такое, не то, что прям без этого работать не будет. Оно будет работать, вернее, с этим. Но код чище будет немножко, чуть-чуть. Да-да, я понял, спасибо. Единственное, это хорошо бы проверить, потому что раньше было так, буквально месяц назад. Я тоже человек, я тоже могу ошибаться. Алло. Привет. Сейчас сек у меня прям тут нежданечко получился. Ураган дошел все-таки. Да, вот один тут проснулся, ураган. Так. Так, сколько у нас человек-то? Четверо, да? А чего вы все на бьюти? Тебя ждем. Ну, у меня немного шумно пока. Вокруг. Так, ну, это такой спонтанный созвон. Просто поскольку вы, ребят, активность проявляете, я готов как-то там помогать, участвовать во всех этих историях. Я хотел буквально ответить на вопрос, если какие есть. Ну, потому что вы делаете, для того, что появилось в процессе, и, может быть, полреквест разобрать. Ну, у нас, да, по полреквесту есть вопросы, и у меня просто парочку еще. Давай сначала без кода общие просто какие-то вещи, а потом полреквест разобрать. Ну, у меня был вопрос, он там связан с кодом, это как тестить валидацию. Мы это вот просто фьючер-тестами туда дописываем. Ну, вот у меня есть контроллер, который я тещу, да? И там есть метод, там, тест-шоу, допустим. Так. Мне туда дописать там два метода, что такое-то поле обязательное. В шоу? Ну, не в шоу, но, в смысле, в этот же контроллер, контроллер-тест, в этот же класс. А что ты конкретно хочешь протестировать? Ну, что валидация работает, что если я без этого туда отправлю этот метод, данные, то мне выкинуть 400-й код. Значит, смотри, по поводу валидации я кое-что вам объясню важное. Чуть-чуть глубже начнем, да? Значит, почти все фреймворки, какие бы мы ни взяли. Ну, кстати, в этом смысле выделяются симфонии и выделяется джанг. У них сделано... И феникс, правда, другим способом выделяется. Но в них сделана грамотнее, как бы, эта штука. Но фреймворки типа рельс, они исходят из предположения, что, знаете как, то есть есть места, в которых можно упростить, это, конечно, помешает, там, для более продвинутых чуваков, для более продвинутых ситуаций, но зато очень резко упростит старт и вход во фреймворк. Ну, типа, меньше абстракций, меньше думать, проще работать. Понятная идея, да? И это, как бы, намеренное решение, они знают ограничения, они понимают, что они делают. Так вот, что в Ларавелле, что в рельсах, в этом смысле, если говорить про правильный подход, валидация сделана неправильно. Причем она неправильно сделана с противоположных точек зрения. То есть рельсы смещаются в полностью уход. Вот, то есть у них валидация на 100% все в модели, в Ларавелле валидация на 100% привязана к запросу. То есть это фактически, ну, почти две противоположные стороны, как бы, одной медали. Вот, это если говорить просто про фреймворки, чтобы вы понимали. Если говорить про валидацию в целом, то здесь, к сожалению, в интернете очень мало информации нормальной. Вот в англоязычной я давно не смотрел, но в русскоязычной точно не было очень долго нормальной информации. По крайней мере, когда мы говорим про динамические языки, там, где всякие джанк, джавы и так далее, там в этом смысле люди более подкованные. Но там оверинжиниринга очень много, абстракции, поэтому тяжело увидеть смысл. Ну, в общем, идея в том, что валидация – это многоуровневая вещь. У вас не может быть валидации только в модели, у вас не может быть валидации только на реквест. Это неправильно, а концептуально. Но, смотрите, есть такое понятие, как бизнес-правило. Например, что, ну, что у нас там может быть в статье, тело статьи должно быть больше тысячи символов. Вот у меня вопрос. Эта валидация хоть как-то с запросом связана? Ну, конкретно это нет. Нет и не может быть связано. Это валидация, это бизнес-правило. Оно должно работать в любой среде. Тут надо понимать, что контроллер – это одна из возможных точек входа. То есть даже если у вас других нет, но нужно это воспринимать именно широко. То есть может быть API, у вас есть REPL, в конце концов, который тоже на самом деле является точкой работы и так далее. Может быть, мобильные приложения, что угодно. И к чему приведет такая история? Вам придется это дублировать везде. Там реквест какой-то создавать. Но, опять же, при чем здесь реквест, если я работаю с терминалом? У меня, например, CommonLine утилита. И это тоже вполне себе адекватный и совершенно нормальный способ работы. Вот. Поэтому нужно понимать, есть бизнес-правило. То есть, скажем так, есть даже еще более глубокий уровень, но он такой немножко сбоку. То есть есть constraint и уровни базы данных, которые, как правило, перекрываются валидациями более верхних. Ну, типа того, внешние ключи и так далее. То есть, или там можно, ну, ставить «нет, это база данных». Понятно все. Дальше есть уровень бизнес-логики. Эта валидация обязана находиться рядом с моделью. Тут уже по-разному. Кто-то это реализует внутри модели, опять же, потому что просто. Кто-то реализует, типа, более правильный подход, когда валидация к модели отвязана, но она не связана с реквестом. То есть, это, грубо говоря, вообще отдельное понятие набора вот этих правил, которые можно применять и так далее. Но, опять же, это не реквест. И оно все равно как-то подцепляется к моделям и прогоняется. Вот. А есть валидация еще более высокого уровня. Это называется валидация входящих данных. И вот эта валидация, она как раз к модели не имеет отношения, она имеет отношение только к запросу. Вот как вы думаете, какая это валидация? Ну, вот в Laravel это же входящих данных. Не, я же только что объяснил, что Laravel просто все туда выкинул. И получается, что он просто нарушает вот эту цепочку валидирования. А если мы говорим про семантику, то есть, что из того, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни, можно отнести к валидации входящих данных? Ну, когда мы с форму что-нибудь передаем. Ну, понятно. А что? Ну, конкретный пример. Имя. Нет. Нет, ну это, слушай, это бизнес-правило, скорее всего, будет, если у тебя есть валидация по каким-то особенностям имени. Валидация входящих данных — это совершенно другая история. Вы с этим работаете постоянно. Что-то типа middleware? Либо просто на фронтенде какие-то определения? Нет, ребят, смотрите, валидацию как бы бизнес-логики можно и на фронтенд переносить. Сейчас речь идет именно про понимание того, какая конкретно валидация в нашей жизни часто используется, и это не валидация бизнес-логики. Это именно валидация входных данных. То есть, прям конкретно. Тут не важно, что у вас на фреймворке, это же концептуальная вещь. Представьте себе форму регистрации. Ну, вы что-то купили? Нет, даже еще раз. Концептуальная валидация — это просто проверка чего-то. Вот проверка чего. Представьте себе форму регистрации, что там проверяется. Входные данные. Ну, логин, пароль. Занято там имя или нет? Занято имя или нет? Это бизнес-логика или нет? Мне кажется, бизнес. Это бизнес-логика, да, потому что это правило нашей доменной области. Ну, а что у нас еще есть, кроме логина всегда в форме, что проверяется? Пароль. Что проверяется? Ну, что он там не меньше, с каких-то символов. Это тоже бизнес-логика. Ну, да. Пассворт confirmation. Что он есть вообще? А, что их два? Пассворт confirmation. Смотрите, пассворт confirmation хоть какое отношение к бизнес-логике имеет? Нет. Никакого. Это вот единственное, что в вашей жизни практически. То есть, валидация именно входных данных — это реально редкая вещь. И, например, мы ее всегда используем при проверке пароля. То есть, вот эта вот повторная проверка пароля никакого отношения к домену не имеет. Вообще никакого. Потому что этого понятия не существует внутри. Оно существует только в форме. Ага, начинайте понимать. Да, да. Вот. И... Хорошо. Что еще в форме бывает такое, что относится... Теперь вы чуть лучше понимаете. Что еще бывает такое, что относится к валидации входных данных? А не бизнес-логики. Ну, проверка на то, что типы соответствуют тому, что должно быть, например, маски какие-то. По-моему, вот это вализация. Ну, смотри, если у тебя урл должен урлом быть, все-таки это... Это все-таки бизнес-логика. Ну, то есть, если... Это не чисто... Ты любую валидацию бизнес-логики, естественно, можешь на форму вынести. Но это правило, которое должно соблюдаться на уровне домена. А вот то, что ты человек. Ну, да, кстати. Проверка... Да, да, да. Вот проверка капчи, проверка того, что ты человек, не робот, это то, это и есть проверка входящих данных. Но есть еще одна вещь, которая есть почти у всех. Вспомните галочку, которая называется, типа, я согласен с вашими условиями. Ну, а почему это не бизнес-логика? Ведь ты там не можешь зарегистрировать, если человек не согласен. Ты не можешь, но когда ты зарегистрировался, у тебя это понятие существует в своем домене? Оно у тебя используется? Я видел, да. В теории может быть, то есть, да, в теории. Но тогда получается, что у тебя должна быть возможность без нее зарегистрироваться, потому что если у тебя все регуются, то есть, если это является обязаловкой, то это просто входящие данные, то это тупо проверка, потому что внутри у тебя этого понятия нет. У тебя подразумевается, что все, кто зарегались, то есть, просто подумай даже, смотри, например, ты делаешь систему бухгалтерского учета. Там понятие согласия с вот этот агримент на сайте вообще существует в бухгалтерском учете? Ну, очевидно, нет его там. Ну, да это очевидно. Ты откроешь любую книжку по бухгалтерии, ты там даже слово программирования не увидишь, и HTML ты не увидишь там. Потому что к домену это не имеет никакого отношения. Поэтому вот эта галочка, она не имеет отношения никакого к домену. Вот, это не бизнес-логика. Это является аппликейшн-логикой, но это не бизнес-логика. Поэтому оно не может быть ни в модели, ни в базе, нигде. Оно вообще не существует на этом уровне. Оно существует только на уровне формы. Как только ты прошел эту форму, все. Это неважно. То есть, в домене этого нет. И вот эта штука должна быть, естественно, на уровне реквеста валидироваться. Вот в рельсах как раз здесь, опять же, они это сделали для простоты, и код действительно будет простой. Но вот архитектурно это неправильно. То есть, грубо говоря, там эта галочка, это валидация на уровне модели. Так же, как и проверка confirmation в пароле. То есть, это работает классно. Потому что, ну, представьте, вот новый чувак, он просто там накидал валидации, как бы все хорошо. Но с этой фигней сразу начинаются проблемы. То есть, кто может сказать мне, почему? Ну, то есть, я думаю, довольно очевидно, почему проблема, когда бизнес-логика выносит на уровне реквеста, да? Потому что у вас сразу какой-то геморрой появляется с тем, что у вас оторваны валидации от модели, и они вперемешку там, да? И, соответственно, у вас разные способы входа. И вы как бы... Ну, то есть, даже банально стак-оверфлоу, если открыть, вот я сейчас курс сделал, там просто все, все в этих вопросах. Как сделать, привязать к модели? Как вот это разделить? Там просто люди только эти вопросы задают. И с этим понятно, какие здесь проблемы. А как вы думаете, какая проблема в том, что в рельсах встраивается это в модель? То, что является проверкой реквеста? К чему это приводит? Что-нибудь может происходит до того, как попадает в модель какой-то код? Что-нибудь все равно делается? Тут надо просто всегда понимать, что поскольку это ситуативная вещь, то есть вот эта проверка реквеста связана с конкретным реквестом. Это значит, что если у вас будет другой реквест, какого-то другого способа взаимодействия, создания той же сущности, то там могут быть другие правила. И получается, что вы это в модель зашили жестко, а правила разные в зависимости от реквеста. С регистрацией сразу понимаете, о чем я говорю? Например, какой пример тут можно? Ну, например, предположим, мы валидацию пароля добавили прямо в модель, потому что она у нас есть в форме. А потом, например, вдруг мы добавили аутентификацию через социальные сети. Что произойдет? Ну, там не будет пароля. Не будет. И ты знаешь, к чему это приведет, да? То есть, если ты просто так напишешь код, типа «сохранить сущность», он у тебя упадет с ошибкой, и что у тебя как бы пароля нет. Ну да. Вот. Что здесь причина, что следствие? Как правильно решать такую проблему? Причину, а не следствие? Не знаю. Ну, как люди следствие решают? Они такие, ну ладно, раз я написал пароль обязательный, поставлю какой-нибудь пароль, сгенерирую его. Это решение не причина, это решение следствия. Или, например, ну вот в конкретном этом месте я как-нибудь похачу модель, а в Руби можно похачить все, что угодно, и типа временно выключу эту валидацию. Это тоже решение следствия, а не причины. А при Фина, с точки зрения теперь, вот если мы так делаем, с точки зрения бизнес-логики, у нас пароль обязательный или нет? Ну, нет, наверное, уж. Ну, конечно, нет, потому что через соцсети он необязательный. То есть это значит, что в нашей системе возможен человек без пароля. Это нормально. И что отсюда следует? Является ли проверка пароля, вот, привязанной к юзеру? Она привязана к юзеру? Нет, она привязана. Да, она должна уже валидироваться в конкретном месте, в конкретной форме. Вот что такое валидация на самом деле. И это вы не прочитаете ни в одной документации фреймворка, потому что все фреймворки — это не про программирование, я про это как бы постоянно говорю, да? То есть программирование — это не фреймворки, не библиотеки. Это чуть более глубокие вещи. Ну, ладно. Это каркас, как бы. На самом деле там вокруг звука этого добра еще всего много. И ситуации бывают довольно сложные. Понятнее теперь? Ну, в целом-то понятно, да. Но мы, если вот рассматривать Laravel и задачу, что в итоге делать? Ну, как минимум, вам нужно... Вот, смотрите, я, если бы мне пришлось переписать на Laravel, первым делом, чтобы я пошел проверять, это смотреть, какие существуют библиотеки для того, чтобы те валидации, которые относятся к модели, я мог бы прописывать прямо в модели. А-а-а, так. Это первое, что я бы сделал. Потому что... Тогда просто в middleware смотреть ключи, например, тот же пароль мы можем валидировать глобально. Слушай, где смотреть — это несвязанные вещи. Тем более middleware, они все-таки подрубаются глобально к проекту, да. И, ну, в смысле, как бы вопрос не в том, как технически это будет реализовано, где там реквесты. Вопрос именно в понимании, что если у нас есть валидация с моделями связанных, бизнес-логика, то она должна происходить в рамках бизнес-логики, а не на уровне как бы реквеста. Вот. Middleware тут не очень при чем, то есть это уровень ниже. Она вообще с HTTP не связана, эта проблема. То есть эта валидация должна происходить даже если я в репл зайду и буду там что-то делать. А вот скажи, ну, допустим, вот сделать так, это не будет ли противоречие с общепринятыми нормами Laravel? Ну, то, что в Laravel все делается там через реквест, там валидируется. Ну, со всеми вытекающими проблемами, как мы обсуждали. То есть тебе... Ты понимаешь, что неспроста существуют такие библиотеки? То есть если их сделали, то значит... Ну, в том числе, значит, что проблема есть. Тем более посмотри, опять же, на все другие и фреймворки. Например, на Symfony посмотрели, на Django. У них с этим все хорошо. У них есть валидации, привязанной к моделям, а есть валидации, привязанной к формам. Понял. Хорошо, я понял. Или в Java посмотри, то же самое, да. То есть я говорю, это сделает... То есть давайте так, вы... Это не там... Я этого хочу или так далее. Такова жизнь. То есть Laravel и рельсы упрощают все. Они делают, как бы, типа, чуваки. Мы вот приняли такой подход, он, типа, делает все одинаковым, но они об этом не пишут, но вы можете об этом где-то почитать, вышли в 100% в статьях, где будет написано, что... Например, в рельсах очень долго шли как раз разговоры на тему того, чтобы ввести еще один слой абстракции, который называется формы, который бы позволил это сделать. Как, например, есть в Symfony формы. И DHH, это тот чувак, который написал рельсы когда-то, ну, один из основателей, он сразу сказал, что форма, это, конечно, классно, но вы не понимаете, что если мы сейчас это сделаем, то вот этот вот порог входа будет такой же, как... Ну, он не говорил этого, но чтобы вы понимали, такой же, как в Symfony, да? И будут потом разговоры, что вот, чтобы рельсы развернуть, вот надо, чтобы у вас супер был сложный проект, надолго всерьез и так далее. Он говорит, все должно быть просто. Если вам эти абстракции нужны, добавьте их. То есть вам всегда дают возможность... Он остается простым в базе, но вы всегда можете накинуть все, что вам нужно и сделать сложнее. Настолько, насколько вам нужно. Слушай, ну, в Laravel как раз и называется же форм-реквест. Наверное, же не случайно тогда. Да, это формы, но там нет нормальной валидации бизнес-логики. Да, да, я понял теперь. Просто они в разные стороны пошли. Эти пошли только в сторону реквеста, а рельсы пошли только в сторону модели. Да. И, соответственно, модели – это узкое звено, потому что если у тебя несколько разных входных точек, то, соответственно, у тебя может быть разная логика, а поскольку ты это в модель зашил, тебе придется с этим страдать. То же самое с реквестами, но в обратную сторону. То, что у тебя не должно повторяться, то, что является бизнес-логикой, тебе придется дублировать, либо придется придумывать схемы, как это не дублировать. Потому что даже один реквест тебя не спасет. Потому что у тебя, может быть, ты сделаешь один форм-реквест, но окажется, что вот ситуация даже самым с этим тупым логином до что у тебя в одном месте как бы надо проверять пароль в другом не надо но при этом часть логики все равно общее понимаешь и ну общая именно та которая является частью бизнес логики а то которая часть вот этой вот логике связанной с формой она разная и что ты будешь делать как одновременно два реквеста прикрывать ишника хотя будет два реквеста в которых дублируются данные начнешь выносить и вызывать и так далее хотя правильный подход был бы в том что то что должно быть в модели находится в модели то что должно быть формы к вести находится формы крестью понял то что я сейчас рассказываю это то как она работает на смысле эта модель она не про рельсы лара вы и тогда не просто про то как работают вещи да у тебя есть связи это антология то есть у тебя есть . входа 1 много там куда не сходят и соответственно из этого тебе не нужно как бы на этом программировать чтобы делать правильные выводы просто потому что это чистая логика ну если у тебя вообще хоть опыт есть с такими вещами то ты это будешь понимать не имея опыта поэтому мне например не сложно делать предположение о вещах связанные с фреймворками в которых я никогда не работал просто когда я вижу структуру и понимаю что что за что отвечает как передаются данные кто там отвечает за обработку и тогда я бы хотел предложить решение по этому вопросу можно давай но по поводу значит регистрации пользователей с помощью формы логина и пароля и с помощью соцсетей вот сейчас думал и придумал что она по сути это два разных бизнес-процесса вот и соответственно у них могут быть ну и наверное должны быть две разных моделей вот ну не только модели этом принципе кроме вот сейчас есть еще такая многослойная архитектура то есть логика может быть не только в модели еще в каком-то стой каким образом это связано с вами долина у тебя есть юзер а способ его получения это всего лишь способа получения у тебя нету двух юзеров разных юзеров человек может пойти таким путем может пойти таким путем с точки зрения бизнес логики у него ничего не меняется и не может поменяться это не две разные модели чем разные мы по разному на юзера смотрим соответственно две разные то есть модель работает с одними и теми же данными суши мы не смотрим по разному у нас ровно одна сущность смотри моделирование предметной области с программированием не связан вообще то есть о нем можно говорить не не касаясь не фреймворков не htp не виси потому что виси здесь тоже причем у тебя есть понятие сущность в программе и когда ты оперируешь этим этой сущностью внутри своей программы ну смысле внутри своей бизнес-логики что есть человек который проходит сик у тебя нет ни одного куска этой логики который хоть как-то был завязан на то откуда пришел человек ни одного у тебя чувак может даже через эти gvt токены регаться по мобилке это ничего не значит тебе тут как бы никакого полиморфного поведения нет у тебя есть ровный юзер тот же самый который делает то же самое отмечает галочки что он там прошел все что он не прошел на другом они противоречит то есть выборку из таблицами также с помощью рэм делаем сейчас вообще не на том тут нет разной логики то что ты говоришь это логика аппликейшна но не бизнес логика логика аппликейшна как раз разная потому что разные форм реквеста и так далее но в конечном итоге у тебя в два разных бизнес-процесса включена одна и та же доменная сущность потому что она как бы одна тут это просто common science нет никаких не может быть никаких двух моделей потому что мы работаем просто с пользователя в нашей предметной области нету двух пользователей и нет логики которая потребовала бы двух разных пользователей при взаимодействии с этим пользователем правила едины ну то есть это я не знаю откуда ты это берешь но это вообще как бы но не имеет никакого отношения к моделированию предметной области то есть ты пытаешься каким-то техническими вещами ну типа знаешь как подгон инструмента что типа я вот могу сделать так соответственно я под это на это теория на теорию натяну но теория здесь однозначная у нас есть конкретный пользователь нам неважно откуда он пришел и значит у нас один домен модели они маппятся на домены ну может кто-то не знает но домен и как бы модели которые модель в mbc это не модель смысле класс в равале это предметная область и мы просто маппим предмет область на наши классы но в других языках и даже классов бы не было это было бы по-другому сделано но от этого суть не меняется у нас есть в программе пользователь который отмечает галочки вот в общем то и все а допустим я возьму валидацию хорошую там не знаю symphony validation либо другой который поддерживает модели и собственно validation request как мне понять какой нужно лидировать в модели какой request хороший вопрос это и есть как бы это и есть тема про то умеешь ли ты моделировать предмет на области ну как бы ты же учился к этому фреймворку да и и типа как те используют то же самое то есть это ничем не отличается в плане обучения по идее получается если брать пользователя то пароль мы валидируем на реквесте а логин валидируем на модели уже да давай так об этом рассуждать нужно немножко по-другому у тебя просто вот смотри вот мы берем когда бухгалтерию да вот такие вот понятные простые вещи вот откроешь ты по бухгалтерии любую книжку да там же будет понятно например что что в проводках себя включает как там даты должны быть как приход расход оформляется какие поля какие да ну в каком формате это это называется предметная область не спецификация спецификация это уже как бы готовый документ под конкретную там историю это просто предметная область вот такие бизнес правила такие сущности у нас есть проводка у нас есть там книга расход ордера там и так далее между собой него так вот взаимодействует не какие-то правила это все еще взаимно связано с подачей отчетности и так далее так далее там можно расширять и у нас есть то же самое то есть когда вы мыслить рассуждаете о понятии пользователя понятие сип его прохождение вы вообще должны быть оторваны от программирования то есть как только вы начинаете говорить хоть слово про орэм или еще что-то когда вы рассуждаете вы о домене это значит что вы потерялись потому что вы начинаете технику накладывать на ваши правила и вы тогда реально не понимаете что у вас является правилом а что правилом не является например тот же пароль да вот пароль часть кстати тут еще такой момент вы понимаете разницу между бизнес логика и аппликейшн логики ну вот смотрите например логика и аппликейшн это будет что-то типа валидации этого всего бизнесу что там можно типа что-то отметить ну а логика аппликейшн это все что угодно при подтверждении подтверждение пользователя ну смотрите вот у вас опять же бухгалтерский софт внутри которого есть подтверждение пользователя по ему или типа двухфакторная аутентификация это же логика это же какой-то процесс но является ли он частью предметной области не является потому что в любой вы ни в какой книжке по бухгалтерии не найдете информация вообще интернете соответственно эта штука является аппликейшн логики то есть она относится к именно конкретному приложению она это то что называют там бизнес аналитика и системная аналитика то есть системная логика можно нет бизнес аналитика и системная аналитика это о другом то есть это немножко ортогональные понятия и лучше это вообще не смешивать они просто на разных уровнях работают мы сейчас говорим про разделение внутри проект что у нас есть четко относящиеся вещи в бизнес-логике есть в аппликейшн логике вот пароль на самом деле бизнес-логике отношения не имеют если уж так глубоко смотреть вот но тут опять как бы опять же упрощение типа чё куда например давайте так вот если пароль мы считаем что в юзере пароль должен быть всегда при любом раскладе где правильно определять его валидацию модели ну я надеюсь вы понимаете да вот я про это долго до этого рассказывал наоборот пароль получается мы чекаем на реквесте а и соответственно если у тебя будет еще какой-то способ авторизации где другой реквест там пароль тоже нужен и мы начнем дублировать дублирование как правило показатель того что что-то делается неправильно в данном случае он должен быть не то чтобы в модели но в бизнес-логике но он должен быть в одном месте в одном вместе короче там согласиться с правилами вот это уже получается на реквесте а все остальное же получается нам модели когда пароль и логина смотри реквест это когда какая-то штука зависит от реквеста вот именно этот реквест вот он такой например когда мы когда мы регистрируем пользователя то через обычную форму то там есть подтверждение пароля подтверждение пароля больше нет нигде даже если бы мы дело ну не знаю вот вы заходите в репл да и там создаете пользователя. Это же глупо, там подтверждение пароля использовать. И этого никто делать не будет. Это значит, что это правило относится к реквесту. Но если это ваше правило, как бы, если этого реквеста не существует, но правило существует, то очевидно, что оно глубже уровнем, чем реквест. То есть, еще раз, реквест — это правило, относящееся к реквесту, которое без этого реквеста не будет существовать. Ну, может быть, еще где-то будет, но в целом, как бы, для модели всегда будет найден способ работы с ней, где вот это правило не работает, не нужно. То есть, как только, например, это не значит, кстати, тут еще такой важный момент, что предметная область, ну, в смысле, вот эта application логика, да и бизнес логика, она со временем, вообще говоря, меняется, и это нормально. То есть, не надо что-то воспринимать как истину в последней станции. То есть, например, вы изначально говорите, ну, окей, вот регистрация, пароль обязательно, обязательно, все окей. У нас фреймворк, например, там, рельсы или джан, ну, не джан, ладно, ну, даже джан, и, или там симфония такие, ну, так, что, куда, значит, ну, обязательно, значит, модель. Окей, модель положили. Проходит время, вот такие, ну, типа, социальные сети надо добавить, там пароль не нужен, что делать? Ну, по логике, вы либо можете бизнес-правила изменить и сказать, что пароль в любом случае обязательно, поэтому даже, когда чувак заходит через соцсеть, мы либо будем заставлять этот пароль вводить, либо будем его регистрировать. В смысле, либо будем генерировать ему этот пароль сами. Вот. Но и это тоже, как бы, решение, это бизнес-правило, просто оно, вот, код подгоняется под требования. Либо мы говорим, что, да, действительно, это неудобно и с точки зрения, как бы, пользователей, которые входят через соцсети, пароль не нужен, потому что это глупо. Ну, просто весь смысл теряется. И в таком случае мы понимаем, что в нашей логике происходит изменение, и код должен под это подстраиваться. То есть мы понимаем, что теперь пароль необязательный. То есть не важно, что он был обязательный при регистрации. Мы понимаем, что наша модель может быть в состоянии, когда пароля нет. И отсюда только один вывод. Пароль необязательный. Это значит, что мы его оттуда убираем, и он переезжает на уровень реквеста. Ну все, значит, авторизация через соцсети на реквест. А такая на модель. Но при этом нам все равно на модели придется чекать что-то типа токен. Наверное. Токен. А что ты имеешь в виду токен? Чекать. Ну мало ли нам там, нас как-то обманули во время этой авторизации, и там токен подменили как-то. Ну какой токен, я не понял. Ты вообще сейчас зачем? Ну в итоге социальная сеть вернется, ведь так или иначе другая факторная авторизация вернет какой-то токен. Нам получается, после того, как мы сделаем фильтрацию, точнее валидацию через реквест, надо будет последующие данные проверить еще в модели. Давай так, проверить что. Я сейчас очень понял. Хорошо, например, вот хороший пример. Вот GitHub, например, дает доступ к почте, да? А, допустим, ВК не дает доступ к почте пользователя. И нам получается, нужно будет сразу сделать валидацию на реквесте, что вообще прошел логин, а потом на модели, что есть, это, как сказать, почта есть или нет. Если нет, то добавить. Честно говоря, я не очень понял, потому что что ты сейчас говоришь не то. Ну, например, после двухфакторной авторизации, да, мы получаем какие-то, допустим, JSON данных пользователей. GitHub возвращает там... Подожди, двухфакторный или OAV ты сейчас имеешь в виду? Потому что это разные вещи. Да, OAV. OAV, хорошо, OAV. Он возвращает токен. Да, он возвращает токен, допустим, и почту там. И GitHub вернет нам, короче, почту. А ВК не вернет. А при этом там и там мы будем иметь ключ. И поэтому реквест... В чем здесь валидация? Давай сначала определимся. Я не очень понял, где ты тут вообще увидел понятие валидации. Ну, во-первых, понять, откуда вообще пришел этот запрос. Может, его пытались подменить так-то. У тебя OAV 2.0, в котором HTTPS, и там невозможна подмена. То есть это есть только у тебя сертификат с перед. То есть как бы ты этим руками, ну, не можешь этим заниматься, не занимаешься, потому что там токены, access токены всякие и так далее. И подписывается все это, и это делается библиотекой. То есть это вообще... Ты понимаешь, что это вообще не уровень даже твоего кода. Ну, тогда получается уже просто бизнес-правило какое-то по нахождению нашего мейла. Есть он или нет? Который мы сами же придумываем. Так, а e-mail-то зачем здесь? Давай еще раз определимся. Что-то я не могу сказать. Ну, я просто говорю, что так или иначе. Допустим, мы логином можем даже не получить имя пользователя. Смотря, как он настроит доступ. Я все равно не очень понимаю, причем здесь валидация, потому что, смотри, когда ты через соцсеть входишь, тебе соцсеть присылает uid, уникальный идентификатор. Ты ищешь пользователя по этому идентификатору, и если ты его находишь, ты просто его логинишь. Тут валидация вообще в принципе не включается. Ну, как правило, еще используется имя или e-mail. А зачем, если у тебя uid есть? Ну, не будешь же ты отображать этот uid в качестве, допустим, в профиле и так далее. Подожди, это совершенно другая история. Во-первых, мы сейчас не тот процесс обсуждаем. Во-вторых, как бы мы говорим про концептуальность. То есть концептуально для аутентификации тебе не нужно ничего, кроме uida. То есть где здесь валидация? Я вот не очень понимаю. Ты сейчас имеешь в виду... В данном моменте, да, нету. Хорошо, в каком она выявляется? Вот я говорю, что если мы используем так или иначе какой-то еще e-mail где-то, да, пользователя, вот разница сервисов, что один возвращает почту, второй нет. Получается, что сам наш реквест мы уже не используем как валидацию. И нам, получается, это уже будет как бизнес-правило, верно? Вот, да. Вот теперь стало все понятно, да. Когда мы говорим о том, что мы считаем, что e-mail у пользователя обязательно... То есть, видишь, я опять абстрагируюсь полностью вообще от приложения. Мы просто говорим, вот о пользователе рассуждаем. Что такое пользователь в нашем сервисе? У этого пользователя есть обязательное поле e-mail, которое как-то будет потом использоваться в нашей логике. Это означает, что у тебя эта логика, ну, в смысле, наличие этого e-mail вообще не связано с понятием реквеста. Оно обязательно должно быть при любом распаде. Опять же говорю, даже если ты в репл зайдешь, в репли создашь этого пользователя, а значит, это уровень как бы ниже, чем реквест. Ну, я тогда не вижу уровня реквеста в нашем приложении, если честно. Вот это тоже отличный кейс, на самом деле. Его может и не быть. И в этом нет ничего страшного. И самое смешное, что при этом все проще становится. Но на самом деле он у нас будет, скорее всего, потому что будет какой-нибудь password confirmation. У вас же есть там обычная регистрация? Ну, да. Ну, password confirmation делать будете, нет? Ну, сейчас нету, но там, типа, все готово, чтобы просто прописать эту вот всю штуку. Но в итоге нам все равно надо SMTP-сервер. Ну, да, да, да. Ну, SMTP — это отдельная история, это я просто дам парампы. Ну, слушай, тут надо понимать, что натягивать не надо пытаться, просто потому что так надо. То есть нет такого надо. Если у тебя действительно нет валидации реквеста, как бы концептуально, то как бы, ну, нет. Так, а нужен ли вообще вот это, как сказать, вот это письмо? Тоже вопрос. Ты имеешь в виду e-mail? Ну, да. А, то есть вот твой вопрос сейчас в основном, как бы, вводить это правило или нет? Что, типа, если мы соцсети привязываем, обязательно e-mail? Ну, отчасти, да. Ну, это, кстати, вопрос такой интересный. Знаете, как мы, например, на Херсвете его решили для себя? Мы решили его следующим образом. Мы просто не подключаем соцсети, которые не дают e-mail. Хитро. Это называется бизнес-решение, да. Зачем нам страдать, мучиться, писать код, когда мы можем просто принять за аксиому с точки зрения нашего бизнеса, что, ну, как бы, нет, тогда сеть идет лесом. Понятно, что если бы у нас какая-то сеть была для нас настолько важна, что мы бы понимали, вот, отказ от нее, ну, как бы, привел нас к большим убыткам, то, естественно, мы бы это делали. Но факты говорят о том, что вот отсутствие наличия каких-то соцсетей типа ВКонтакте, вообще говоря, не влияет на результат. У вас коэффициенты конверсии будут те же самые. Не знаю, насколько вы привыкли мыслить в таком ключе в своих проектах, но программисты на Хестлите и вот те проекты, где я работаю, мыслят именно таким образом. То есть мы исходим не из просто технической возможности подгоном бизнес-правил под технику, да. Мы исходим из того, каждый раз, когда возникают такие моменты, мы начинаем думать, типа, а с точки зрения бизнеса это вообще что-нибудь дает? Или проще отказаться? Или проще поменять требования так, чтобы просто не пришлось с этим... связываться. И, как правило, проще поменять требования так, чтобы не пришлось с этим связываться. И в целом система остается более простой, более удобной, ее проще разрабатывать, быстрее двигаться вперед. И для бизнеса, в конце концов, это выигрыш. Потому что сейчас, если мы начнем тонуть вот в таких вот мелочах, это же опенсорсный тоже проект, там типа в свободное время, то мы будем очень долго и очень много времени тратить на инфраструктурные, грубо говоря, вещи, да, которые такие вокруг, вместо того, чтобы фокусироваться на основной логике. Поэтому мое предложение сейчас, ребят, такое. Подключите только те соцсети, которые дают e-mail, но, например, тот же GitHub или Facebook могут сказать, что мы e-mail отдаем, но чувак его просто не вбил. Ну, знаете, да, такое там бывает. Ну да. Потому что в GitHub... Вот вопрос, как тогда нам поступить в такой ситуации? Ну, все, оставим только GitHub. Нет. И тот, и Facebook, и GitHub могут e-mail не вернуть просто потому, что человек его не вбил. Ну, значит, обязать, типа, нет доступа к каким-то персональным данным, все, диклеем, пользоваться. Ну, можно, знаете, что сделать? Это будет нормально. Мы, на самом деле, то же самое на CodeBasics сейчас сделали. Вы можете даже посмотреть. Поверквест прям сегодня я принял. Ну, мы его сами разрабатываем внутри. Там такая штука. Когда ты логинишься через Facebook, по-моему, и там нет e-mail, то мы просто пишем человеку такой не красным, а такой friendly alert, что, типа, GitHub не вернул нам e-mail, пожалуйста, введите его там у вас в настройках, и после этого сможете зайти через GitHub. Ну да. Ну, это все. Ну, понимаете же, да, что так тупо будет проще всего, вот, по коду, по всему. Я сразу скажу, вот, вообще говоря, моя идея, когда я сказал, ребят, сделайте через соцсети аутентификацию, я попросил это только с одной целью. То есть, вообще говоря, для проекта это неважно, то есть, это можно опустить. Но поскольку мы его делаем, ну, как бы, во-первых, чтобы вам было интересно, во-вторых, для вас это тоже какой-то процесс обучения, плюс мы это будем другим людям показывать, стажировки там, и в целом я буду, как бы, туда всех слать, кто проходит проекты Hexita, то, ну, просто прикольно иметь такие штуки, чтобы они там были, тем более, как я уже говорил, та же аутентификация через соцсети, она не делается полностью руками. То есть, вот эта вот вся переброска на уровне ОАФа, вот, с токенами, с HTTPS и бла-бла-бла, это все делается на уровне библиотеки. Вот, то есть, нам самим это делать не надо, и слава богу, потому что это, ну, вообще не та работа, которой надо заниматься. Там только калбеки определить, да, как себя вести, когда данные пришли, и все. Ну, и тест написать. Простой вопрос, такой, казалось бы, да, и час разговоров. Да. Ну, вот примерно такие штуки, примерно в таком формате, кстати, проходят воркшопы. Если кто слышал, я их делаю. Вот мы так примерно, ну, правда, там людей побольше. Мы разгребаем всякие истории по разным направлениям. Окей, в любом случае, вам надо переварить эту информацию. Я точно знаю, как минимум, одно место, где вот это расписано, про уровни валидации. Я могу вам скинуть, если интересно. Вы чуть-чуть с другой стороны увидите более такое формальное определение вот этих вот слоев. Давай. Напомните мне, ладно? Это писал один чувак, очень крутой, кстати, он с тех пор, ну, лет-то 15 уже прошло, когда мы все это обсуждали, ой, не 15 лет, наверное, 10. Может быть, 11. Когда мы все это обсуждали в сообществе Zen Framework'а, первого я тогда как бы был его большим активистом, и у нас там был один крутой дяденька, который вот, собственно, прям очень классно все это расписал. И про, ну, про много тем из ДДД. И в том числе вот как бы валидации уровня. Это хранится там на форуме. Я надеюсь, он еще живой. И я вам скину этот топик, где он там все это прописал. Ок, спасибо. Давайте следующий вопрос. У меня был следующий вопрос, связанный с тестами как раз авторизации по соцсетям, и тогда это можно уже обсудить, когда, если ты будешь смотреть пол-реквесты. Ага. А в смысле, там сложно, не сложно, сделано, сделано. Нет, мне просто интересно, как написать тест вот для этой фиги, для коллбека. Ну, просто вызываешь коллбек, вот это же у тебя обычный обработчик. Передаешь туда данные правильные, которые должны на соцсеть вернуть. И все, смотришь, что в результате там человек либо зарегался, либо... Ну, тот реквест, ответ, который он возвращает, да. Подожди, ну там же получается, этот социалайт посылает запрос с этим кодом в соцсеть и возвращает данные. А получается, что этот код действует только один раз. Подожди, код здесь вообще не важен, потому что код не на том уровне работает. Это взаимодействие между твоим, ну, как бы, приложением запущенным и удаленной сеткой. Но именно в твой аппликейшн, вот в твой обработчик данные попадают просто как данные. Там никакого кода нет. То есть ты просто его вызываешь, передав туда правильные данные, и все. Не-не-не, подожди. Ну, вот коллбек наш вызывается, туда передается вот query-параметр код. Код, это не код в смысле PHP, а как просто параметр. Так, и что ты с этим кодом хочешь делать? Ну, вот этот социалайт, он берет из реквеста этот код, посылает с этим, ну, или access token, он называется, не знаю, и посылает этот запрос к себе в сетку. Так мы уже считаем, что все это было сделано, нам это без разницы. Так, ну, а там же метод коллбека, он же... Ну, вот если ты на код посмотришь, там внутри он... Может быть, я просто переоценил то, как работает вот эта библиотека, и там действительно у вас есть рукопашка, которую в других фреймворках не делается, да? То есть ты хочешь сказать, что у тебя там прям явный вызов идет, запрос оттуда на удаленный... Там не явный, но социалайт внутри себя берет реквест, вытаскивает оттуда параметр код, и с этим параметром... Он реально делает запрос прямо с твоего обработчика? Он, понимаешь, он бы даже коллбеком тогда не назывался? Почему он тогда называется коллбеком? Ну, вот он... Я сегодня это у себя на работе делал, да? Он точно посылает... Ну, допустим, на ВКонтакте он посылает, да, запрос... Когда ты юзера получаешь, он посылает запрос, наверное, специальный импорт с этими... со специальным токеном, который он вытащил из... А, погоди! Это совсем другое. Ты сейчас говоришь, типа, специальный запрос для получения пользователя. Это уже не просто специальный запрос. Это 100% ты уже прям делаешь просто ОАФ-запрос. Обычный. А мы сейчас говорим про аутентификацию. Когда в этот коллбек, когда тебе приходит код, тебе не только код приходит, тебе приходят базовые параметры пользователя, типа, e-mail, там, понимаешь, да? Да, да, да. Тебе не нужно делать запрос на пользователя. Тебе нужно изучить структуру, которая к тебе пришла, и только ее использовать для того, чтобы создать пользователь. Просто смотрите, тот же социалайт — это копипаста с ОМНИАФа рейсового. И я очень сильно сомневаюсь, что они стали бы ее делать, как бы, сложнее. Ну вот сейчас ты посмотришь на pull request, там тоже так же сделано, что он получает юзера. И, по-моему, в документации тоже так же написано. Ну давай посмотрим, давай. Так, куда смотреть? А вот там pull request, логин via GitHub. Сейчас, як. Его закрыли только что. Нет, фиша логин фикс. А, нет, ну логин фикс, вот тут есть какой-то. Вот, редиректу провайдер, вижу. Кстати, непонятно, зачем его руками реализовали. Мне кажется, он сам должен реализоваться. Сейчас, секунду, ребят, я посмотрю на самом сайте. Где у них тут документация-то? Вот социалайт. А, вот, документация. А, социалайт, кстати, сам по себе работает, да? Ну, в смысле, это своя библиотека, которую лоровал, просто себе встроил. Ну да. Окей. Я не к тому, что это будет проблемой, то есть это усложнит, конечно, нам задачу, но, честно говоря, это довольно странно. Сейчас я посмотрю. Смотрите, вот, stateless method, что это такое? Disabled session. Stateless – это когда он куки не использует, когда ты через API будешь пользоваться. Я понял. Это не сессии, извините. Окей, хорошо. А чем нас не устраивает извлечение через токен? Нет, меня всем устраивает. Я просто, вот, мне нужно понять, как, мне нужно как-то замокать этого юзера. Я просто вообще очень плохо тестирую. Подожди, давай я скину, смотри. Там есть такая штука, прямо вот называется. Если есть токен для юзера, вы можете его детали, используя токен. Вот эта штука запрос выполняет тоже, или она их берет? Да, она запрос выполняет с этим токеном. Да, что-то, честно говоря, неожиданно. То есть получается, что здесь действительно рукопашка. Ну, окей, хорошо. Раз он так делает и заставляет нас это делать все руками, то нужно просто воспользоваться контейнером. Знаешь, видишь, что такое DI? Ты понимаешь, что это джекшн, тебе дела? Да. Ну, окей, подмену сделать. Давайте просто знакомим социалайт. DI Laravel. Гуглим. Тесты. Моглим. Моглим. Суют. Где тут подмена придет? Сейчас посмотрим. Так, сейчас посмотрим, ребят. А, ну вот. Смотри, я тебе прямо сейчас скину ссылку, где это, собственно, делается. Через нормальную инъекцию зависимости. Ну, да тут прям вообще можно копипастить, честно говоря. А, социалайт мы используем в конструкторе. Ну, а как еще? У тебя же dependency inversion. У тебя через инъекцию она только может работать в PHP. Нет. Ну, там через фасад. Ну, это почти то же самое. Тебе инъекция нужна. Ты не можешь... Фасад не фасад, это же не принципиально. Просто если ты объект получаешь напрямую из какого-то класса, то ты этот класс физически подменить именно в PHP не можешь. В Ruby и в JS можешь. Там вообще доступ не нужен. А здесь не можешь. Поэтому единственный способ использовать инверсию, подмену, это получать зависимость как зависимость. Ну, когда на тебе приходит... Ну, как бы это dependency injection называется, да? Либо через конструктор, либо через setter. Тоже вариант. Ну, есть еще способы, но это уже более сложно. Поэтому любая подмена сводится к тому, что тебе сначала надо инвертировать зависимость, получать ее через контейнер, и после этого просто в тесте ее подменяешь. Понял. Это очень важно, кстати. Это прям вот по факту вот эта штука, это такой, ну, не самый, но, наверное, практически самый краеугольный камень Pitch, ой, этого, ООП. То есть вот связанный с полиморфизмом, с подменой, реализацией. То есть это прям очень хорошо надо понимать, очень хорошо видеть вот эти ситуации, когда тебе нужно это сделать. У нас, кстати, я не знаю, проходил или нет, вот я это очень все стильно подробно разбирал в курсе PHP полиморфизм на HECS. Нет, как раз не дошел до него еще. Вот. Ну да. Это будет хорошая точка роста, там все это разбирается. Вот, окей. Так, еще что-нибудь обсудим или уже всем пора? Долго разговариваем. Мне нет, мне не пора. Ну, я бы хотел еще посмотреть вот пол-реквест вот этот по авторизации и по прочитанным главам, потому что у нас были вопросы, как сделать. Так, кстати, у нас, по-моему, меньше стало, да? Так, сейчас. Ну, если что, есть запись. Так, сейчас. Давай по группе посмотрим, потому что я не очень понял, ну, то есть я не очень следил за тем, что вы там делали, но мне, честно говоря, показалось, что там что-то не то происходит. Ну вот, да. То есть мне показалось, я не знаю, опять же, это прям совсем показалось, что вы какие-то вещи, которые должны, не должны быть на уровне модели, их спустили на уровень модели. Вот я кидаю ссылку. Да. Кстати, еще пока никто не прислал изменения по формам, чтобы форму руками не делать. Хорошего сделать. Да. Опять, значит, по поводу текстов. Тексты, пожалуйста, используйте через переводы, да? Смысл не в том, что мы переводить сайт будем, это вторично. Главное, что у вас все тексты хранятся в одном месте. Это принципиальная вещь. То есть строчек текстов в ходе быть не должно. Это касается любого проекта на любом языке. Так. read chapter. Тут такой момент есть небольшой по поводу user chapter controller. А покажи, пожалуйста, какой URL там получается. Users? А, ну сейчас тебе пришлю. Ну там ресурс, я надеюсь, вложенный используется, да? Ну да. Ага, все, я вижу, все правильно. Вложенный контроллер. Так, хорошо. Ну так вот, так выглядит прилично все очень сейчас. Единственное только, вот, что не стоит использовать, точно могу сказать. Ой, тест chapter, честно говоря, странная штука. То есть у тебя, с одной стороны, ты используешь фабрики, а потом такой резко забыл про фабрики и начал напрямую прям в табличку вставлять. А, это ты про тест говоришь? Да. Потому что... А как я бы еще проверил, что у меня работает? Нет, дело не в этом. Смотри, еще раз. Ты часть сущности наполняешь через factory, а одну прям напрямую запросом в базу. Ну, это связь между ними, которая многие ко многим, таблицы просто. Давайте я объясню кое-что очень важное по поводу вообще связей many-to-many. Когда у тебя есть связь с many-to-many, то, скажем, первое желание человека, ну, когда нет большого опыта, вот, работать с фреймворками, как правило, пытаются сделать через просто табличку, которую не видно. Понимаешь, да? Обычную такую табличку. Но на самом деле почти всегда эта штука является сущностью. Отдельной. И ее стоит выделять как сущность. Например, ты хочешь узнать или показывать пользователю, или строить логику на базе того, как часто он отмечает. То есть, например, ты хочешь сказать, что, чувак, у тебя не было три дня, ты три дня ничего не читал, хочешь прочитать еще? Что тебе придется делать? Ну да, выбирать из этой таблицы. Ты сейчас хочешь сказать слово таблица, но это не таблица. То есть, идея в том, что, кстати, в рельсах это давным-давно поняли, и там есть эта связь, как и везде. Ну, собственно, там она и появилась. Has man ne belong to, да, она называется. Там очень давно, много лет назад появилось, что, ребята, жизнь показывает, что эта связь всегда превращается в модель. Ну, в сущность. Потому что вам как минимум нужны даты изменения, у вас там, типа, состояние появляется. Ну, например, знаешь, типа, вот на Хельсисе, например, или там на CodeBasics ты проходишь урок, да? Но у урока есть вообще-то состояние. То есть, состояние у твоего прохождения. Ты мог начать урок, ты мог его пройти, ты мог что-нибудь еще с ним сделать. Да, точно. И куда этот стейт ты засунешь? Этот стейт относится к этой сущности, это не связь. И в итоге получается, что потом люди начинают страдать. То есть, если они сделали так, то им сложно уже переделать, и могут начинать вставлять костыли. То есть, начинают это использовать, как табличку напрямую. Вот этот код начинает везде вылазить. То есть, у тебя тут нормально, а тут, блин, табличка, но с ней надо поработать. И говно потекло по всему проекту ручьем. Поэтому по дефолту ты ничего от этого не потеряешь. Всегда делайте промежуточные таблички с сущностями. И, кстати, желательно со своим именем, а не просто соединив два имени. Потому что с точки зрения предметной области, как правило, у такой штуки есть нормальное имя. Вот смотри. Вот у меня было, да, тоже такое предположение, что, по идее, нужно было бы назвать по-другому. Потому что тут надо читать уже ддд, немножко врубаться, да, что твой код – это отражение предметной области. И он должен прямо, вот человек, который смотрит на код, помнишь, как ментальное программирование рассказывал, да? Ты смотришь на код, и ты читаешь предметную область. То есть, например, смотри, у нас есть пользователь на сайте, на хекслите, а есть профессия. Когда ты входишь в профессию, кем ты являешься? Студентом. Ну как? Студентом этого курса. Мы это называем мембер. Ну да. Вот. То есть, мы это называем курс-мембер. Ой, в смысле, профессион-мембер. То есть, у нас есть мембер, ой, в смысле, есть профессия, есть пользователь, есть профессион-мембер. То же самое на уровне курса. То есть, ты вступаешь в курс, есть курс, есть пользователь, но есть курс-мембер, а не курс-юзер. Потому что это мембер. И мы его так называем, и так общаемся. Это наша предметная область. И поэтому, когда говорят слово юзер, мы понимаем, что это юзер. Когда говорят слово мембер, мы понимаем, что это роль, которую юзер играет, когда он вступает в курс. Пользователи играют роли. Так, да. Все. Ну, просто, чтобы ты понимал. Это не значит, что у тебя всегда так будет получаться, но, как правило, такое получается. Потому что потом вырабатывается терминология соответствующая. А вот смотри, вот эту штуку мне, получается, нужно будет сделать в другом pull-request, да? Что я создам еще одну сущность. Нет, сразу. Ты же... А, подожди, ее же создали где-то в другом месте. сейчас, да? Ну, да, я создавал это до этого. Ну, как, она уже в мастере. Окей, тогда просто за рефактор. Я что-то, я, честно говоря, просто, видимо, не пропустил. Это больше видно, когда ты работать с ней начинаешь, да? Знаешь, да, вот это hasmany-fru связь? Ну, а здесь же будет, получается, просто hasmany. Получается, мы так, 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 соединимся. Нет? У тебя будет hasmany с этой штукой, но тебе в любом случае нужна связь прямая между пользователями и... Все, понял, да, знаю такое. Ага. Да, и ты просто используешь hasmany-fru, и получается, что с точки зрения использования у тебя ничего не меняется. То есть у тебя сложнее не становится. У тебя появляется, наоборот, дополнительная возможность работать с этой штукой как с сущностью, но если не надо, ты этого можешь не делать. Ага, все. Именно поэтому в документации рельс сейчас, если ты посмотришь, уже много-много лет написано «Не используйте hasmany belongs to, используйте hasmany-fru». Ага. Ферштейн. Вот. А вот смотри, вот здесь у нас фишка в том, что я сделал, что мы отмечаем главу, прочитанную по одной. Ага. И вот у нас был разговор о том, чтобы просто, ну как, передавать туда массив данными глав и отмечать вот так. Ну типа сразу много. То есть получается, мы начекали чекбоксы, нажали на кнопочку «Save» и все, весь этот массив отправился. Ну, во-первых, в любом случае у вас будет отправляться массив. Давай начнем с этого. Нет, почему? Ну вот здесь вот логика у меня, что я чекаю на чекбокс, и он сразу получается. Пока нет AJAX, он сразу обновляет таблицу, ну и получается перелет. А, вот ты что хочешь. То есть у вас логика такая, что типа чувак шлет прям вот AJAX, никаких сейвов там нет, да? Ну, пока AJAXа не будет, будет просто как чекбокс, это как маленькая формочка сразу сабмитится. А как она, по какой причине будет сразу сабмититься? Ну ты нажимаешь, ты же отмечаешь галочку, что ты прочитал. Ну это же не отправка сабмита, значит у тебя JS нам появится. А, блин, точно в любом случае появится. Поэтому я и говорил, вы сейчас не додумываете до конца все эти штуки. Пусть будет лучше отметка и сохранить внизу, сохранить изменения. Ну то есть получается, что неправильно, что я сделал такой метод. Дело не в том, что неправильно, просто понимаешь же, сколько сложно сейчас на пустом месте появляется. Просто сейчас это не нужно. Когда у тебя заработает, появятся пользователи, начнут жаловаться, ты будешь это менять уже на базе реального фидбэка. Это будет гораздо более ценная штука. И это будет уже типа эволюционное развитие. А если мы сейчас вопремся, давайте JS делаем, ну все, у тебя тестов нет сразу на эту штуку. Это надо сразу, чтобы кто-то там фронт-энд ссек, ну хоть в каком-то виде. Это 100% замедление и так далее. Все, я… Да, никаких проблем. И еще был вопрос по названию метода. То, что я его назвал типа юзер, ну пользователь прочитал главу. Или нужно было, что типа глава сохранена, сейчас я не помню, у нас там были обсуждения прям целые. Ну типа store new chapter, вот так назывался, или store read chapter. Тут такой момент. Вообще на… с точки зрения, как бы построения логики вот таких программ, хорошо бы придерживаться вот какого правила. Понятие идентификаторов, ну лучше бы не существовало на уровне… на уровне кода, где идет оперирование моделями. Так, а еще раз можешь повторить? Ну смотри, у тебя сейчас по сути модель начинает оперировать айдишниками. Угу. Сейчас, секунду. Ребята, я тут отмажусь, чтобы я сомневался. Сейчас, я тут поговорю с людьми. Сейчас, приду. Сейчас. Значит, смотри, вот сейчас получается, что у тебя модель, как бы сущность наша, начинает работать с понятием идентификатор. Да. Но это нарушение single layer abstraction. То есть у тебя нарушение уровня абстракции идет. Потому что, когда мы говорим про модель, рассуждаем об этом, мы говорим, что пользователь прочитал главу. И когда я это говорю, тут, ну, я не знаю, какая должна быть фантазия, чтобы идентификатор в голове возник, когда я про это говорю. Понимаешь, да? То есть вот… Мы пытаемся вот ментальную нашу семантику как бы выражать. И при этом подходе, при таком подходе, у тебя не должно быть вообще такой низкоуровневой логики. То есть, грубо говоря, когда ты получаешь вот эти идентификаторы глав, то, типа, в идеальном мире, вот где вот прям архитектура отражает суть, у тебя скрыты там слои и так далее, ты по этим главам получаешь главы реальные из баз данных, сущности создаешь, и потом их добавляешь, типа, в твою модель. Да? И у тебя прям это реально физически выглядит, как я, типа, взял пользователя, в смысле, я взял этого, как называется, юзера, и прям вот эти главы там прочитал. Вот. Я не говорю, что так надо делать, просто жизнь — это компромиссы. Просто вот у тебя должны быть в голове модели правильные, вот на всех уровнях, типа, что и как должно быть. И как профессионал, ты должен понимать, что я вот здесь вот срезаю, потому что там запросов будет слишком много, вот здесь срезаю, поэтому при этом я понимаю, какую я цену за это плачу и так далее. То есть вот такая у тебя в голове должна быть модель, когда ты со всем этим работаешь. Вот здесь, если мы сейчас начнем так делать, то это будет, ну, мягко говоря, дороговато. Вот. Соответственно, получается, что мы работаем с идентификатором и даже более того, мы опираемся на логику, которую нам представляет конкретно УРМ, потому что в ней зашита работа с базой, поэтому абстракции текут, с этим ничего здесь не поделать. Но надо с этим как бы быть аккуратным. Там есть метод оттач, который может принимать либо один элемент, либо массив. Или всегда один элемент? Я не помню. Нет, массив. Массив он тоже может. То есть ты можешь просто тупо эти идентифики взять и просто тупо туда и закинуть? Да, да. Я даже могу засинкать их, чтобы он не нужно... Удалил? Да. А, ну понятно, нам синк нужен, да, если получается? Да, да, тогда да. Это, кстати, удобная вещь. Вот могу сказать, что в Воровале мало такого, что, ну, мне было бы интересно с точки зрения того прикольной фичи NoteSync, штука прикольная. Такого, например, у нас нет. Во многих других фреймворках нет такой штуки. То есть это где-то руками надо реализовывать. Ну да. И я тебе даже более того скажу, я бы на твоем месте даже не стал метод модели делать. Ну, потому что он типа не относится, да, к этому? Дело даже не то, что не относится, а в том, что лучше, знаешь, как, когда у тебя возникают такие сложности и проблемы, ты до конца не видишь картину целиком, лучше, как бы, есть такое еще понятие откладывать принятие ключевых решений на как можно больше, дольше срок. Слышал про такое, да? Ну, читал уже в курсе вот у тебя. А, ну да. То есть когда у тебя, когда у тебя просто появляется больше опыта, понимание предметной области, больше кейсов и реальное использование, и когда ты еще раз где-то эту логику начнешь писать, и при этом ты, конечно, не забудешь, что здесь находится, то ты в этот момент поймешь, ага, вот все-таки лучше было бы сделать так. И твое решение 100% будет лучше. Единственное, что нужно учитывать, этот подход работает только в одном случае. Если ты все-таки кодовую базу понимаешь, держишь в голове хотя бы ту часть, на которой ты работаешь, и, в общем-то, контролируешь ее качество. Если у тебя вот этот просто такой рандомный коммит от рандомного людей в рандомные места, как ты понимаешь, выдерживать такую схему невозможно, код сразу в трэш превратится. Но в данном случае это не страшно, потому что код гораздо быстрее превратится в трэш, если в модели все начнут пихать. То есть, пусть лучше пихают в контроллер, потому что потом будет проще это сделать, изменить, чем сейчас напихают в модель, и потом мы увидим, что просто модель, вместо того, чтобы быть наполненной бизнес-логикой и бизнес-правилами, она просто стала из себя представлять обертку для наших реквестов. Понял, хорошо. Может, просто подход изменить и вязать только одни контроллеры? Да нет, такого не будет. Ты потом увидишь, что есть бизнес-правила, и они должны быть в модели. Вот. Бизнес-правила есть, только просто сейчас это еще не тот уровень. Ну все, да, я понял, что мне надо сделать. Окей. Ну, как бы, все должно стать проще. Единственное, а, это, кстати, у нас отдельный камин был, да, вот этот, или он вместе с социальными сетями? Нет, это отдельно. Окей. Ну вот, в принципе, все, ребят. Я думаю, достаточно для второго раза. Спасибо огромное. Все. Давайте, вы мне там напомните про вот ту штуку, я вам скину обязательно про валигацию. Всем спасибо, всем пока. Давай. Пока. Пока.